Подзаголовок. Кавычки. Энгармонические замены и внезапные модуляции. Кавычки. Переписывались мы с мамой регулярно, теоретически раз в неделю. Но мама писала иногда и чаще, а я, как правило, реже, и мне за это доставалось. Если у тебя нет времени на письмо, черкни открытку, что все в порядке. Я же волнуюсь. Если я садился уже писать, то писал подробно, а порой и художественно в кавычках. Такие письма мама обычно сохраняла. Я же сохранил все ее письма того периода. Их так много, что этот мешок я до сих пор вожу с собой и все никак не сяду перебирать. Иногда к письму присоединялась тетя Элла. Чаще всего это была рецензия на мое последнее, литературное в кавычках, письмо, где она отмечала все орфографические ошибки и критиковала стиль. Иногда она слала примеры по гармонизации. Эти задачки решались теоретически, без использования инструмента. Я старался ее поразить в кавычках и выбирал пути по заговыристи с использованием энгармонических замен и внезапных модуляций. Когда я потом приезжал в Баку, тетя Элла уводила меня к себе, усаживала за рояль и играла мои решения. Было интересно услышать, что я чисто теоретически сочинил. Лишний раз я поражался, как работает в кавычках теория классической гармонии. После маминого приезда ко мне в феврале 80-го я решил вытащить ее из Баку. Краснодар маме понравился чрезвычайно. Милый, уютный провинциальный город, очень зеленый, с тихими улочками и старыми купеческими особняками в центре. Он расположен в излучине Кубани, и красота реки, текущей межзеленых берегов, как бы переносится на весь город. Как сказала тетя Элла, мама, вернувшись, говорила о Краснодаре в стихах. Чем-то он напоминал ей Саратов, и ее старая мечта уехать из Баку оказалась близка. Я снял новую квартиру, точнее комнату в частном доме, в которой могла останавливаться и мама, когда будет приезжать. С новой квартирной хозяйкой мама сблизилась. Они даже переписывались потом, и мама приезжала к ней, когда я снял следующую квартиру. Екатерина Васильевна как-то сказала маме, что стала уважать меня в ту минуту, когда я, не смущаясь, сказал, что я еврей. Когда мамины приезды стали стабильными, а заработок мой чуть вырос, я снял уже отдельное жилье, комнату с кухонькой и отдельным входом в районе гор-городов, частном секторе недалеко от завода. Там я прожил следующие пять лет до самой женитьбы. Это была часть дома, которую хозяева предусматривали для своего сына. Но их сын проходил срочную службу на подводном флоте и там погиб. Старики стали сдавать эту квартирку. За год я обзавелся вещами. Купил маленький холодильник и телевизор, проигрыватель и магнитофон, шифонер, книжные полки, кухонный стол. Шифонер мне достался от бабы Фени, которая недавно умерла, и ее соседка-старушка мне его устроила. Округлый стол в комнату мне организовали друзья в качестве подарка на новоселье. Появление проигрывателя сделало возможным вернуться к музыке. Я и в Баку часто забирал проигрыватель ночью на кухню и слушал там потихоньку, чтобы никого не разбудить. Теперь я перевез в Краснодар всю свою коллекцию пластинок, купил стереонаушники и стал устраивать себе иногда настоящие концерты. Я наезжал в Баку. Поезд приходил ночью, иногда опаздывал часов до двух. Я шел с вокзала пешком вверх по пустынному ночному проспекту Ленина, и эти десять минут были единственными, когда я с умилением вспоминал Баку. Я поднимался по лестнице парадного до нашей двери с номером 36, который когда-то прибил и дергал за хвост жестяной шестерки. В ночной тишине шестерка резонировала, мама слышала звук и шла мне открывать. А утром в коридоре соседи кричали «Ашкетлус!» Что-то вроде «Свет в глазах» по-армянски. Было радостно и шумно. Тетя Элла тоже радовалась по-своему искренне. На меня наваливал собаку и уже хотелось ехать обратно домой в Краснодар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!